Мы продолжаем как раз последними новостями, а именно из Херсона. Там как минимум пятеро погибших и десятки раненых. Меньше часа назад российская армия обстреляла центр города. Под огнем оказался центральный рынок Херсона, на котором в выходные традиционно много людей. Как сообщает заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, известно уже о 35 пострадавших, 16 из них в тяжелом состоянии и эти цифры не окончательны. В соцсетях люди публикуют видео первых минут после атаки. На жутких кадрах горящие автомобили, разрушенные здания и тела погибших просто на улицах. По словам заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Собольевского, среди пострадавших и погибших исключительно гражданские люди. На обстрел Херсона уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он обнародовал кадры последствий российской атаки на мирный город. Написал в соцсети, скорее всего обозначит это фото как чувствительный контент. Но это не чувствительный контент, это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Место обстрела центральная часть города, это не военные объекты, это не война по правилам, акцентирует президент Украины. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия. Зеленский обратился к миру, просит видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюет Украина. И последнюю ситуацию мы сейчас попытаемся выяснить после обстрелов Херсона. С нами на связи Роман Головня, советник городского главы Херсона. Роман, здравствуйте. Да, здравствуйте. Итак, Роман, какая последняя информация о масштабах этого удара, что известно о погибших, пострадавших, их количество последних, которые у вас есть, и в каком они состоянии? Ну, ситуация достаточно тяжелая. Обстрел в центре города, буквально 30 метров от места обстрела я находился, все видел на свои глаза. Очень много жертв, очень много раненых, степень, тяжелость, состояние разное. И очень много, к сожалению, погибших после этого обстрела. Обстрел пришелся фактически в места массового скопления людей. Это рынок, это супермаркет. Вот такая печальная ситуация уничтожения мирного населения войсками Российской Федерации, если можно их назвать войсками. А тревога в этот момент звучала? Люди имели шанс спастись, перейти в какие-то укрытия? Город Херсон находится фактически на линии фронта. Это расстояние к врагу, это сотни метров, это около километра и больше. Обстрел ведется с разных видов оружия, и минометы, и РСЗО, и артиллерия. И время подлета этого оружия, это считанные минуты, секунды, доли секунд. И в этой ситуации, к сожалению, о какой-то тревоге или предупреждении тяжело говорить. Роман, есть ли же предположения о том, чем был нанесен, каким видом вооружения вот этот удар? Именно это была артиллерия или минометный выстрел? Это система залпового огня «ГРАД». То, что видели своими глазами, ну а там уже профессионалы скажут более предварительно. Ну, в принципе, это значение большого не имеет. Обстрел ведется как минометами, так и артиллерией. Гибнут люди, с чего они стреляют, это уже вторично. Вчера было обстреляно фосфорными зарядами, которые запрещены. Ну, какого-то там различия или оружия в оккупантов нет. Они ведут по мирному населению обстрел, убивают людей. Как они это делают, это значение не имеет. Еще раз повторюсь. Сейчас показывает вот карта тревог, что в Херсонской области опять звучит воздушная тревога. А паблики пишут, что звуки взрывов слышны. Расскажите, какая сейчас ситуация в Херсоне? Вчерашний день, вчерашняя ночь, сегодня фактически целый день. Это постоянные обстрелы в разных микрорайонах города. И они не прекращаются каждые 20-30 минут. Слышны взрывы в городе. Спасибо вам, Роман. Роман Головня, советник городского главы Херсона. Мы говорили о ситуации после последнего удара, террористического удара по центру Херсона. Напомню, по последней информации, есть около 20 погибших, десятки раненых. То есть это последствия последнего удара, который случился час назад по центру Херсона. Напомню, это была территория возле рынка. То есть это оживленное место, где находились мирные люди. Соответственно, никаких объектов, даже просто какой-то критической инфраструктуры там и близко не было. Ну и уж тем более военных объектов. И мы будем следить за ситуацией. Если будет какая-то обновленная информация, мы ее в эфире для вас озвучим. Субтитры создавал DimaTorzok